Начну вопрос первый. Пьёшь ли ты вино? Да. И если пьёшь, то в каких количествах ты это делаешь? Пью вино в количествах для кайфу, чтобы был кайф, но никогда не припевая. Не припью? Не перепиваю, да. Не припеваю еще. Чтобы не плевать. Понятно. Но сейчас вина нет, так что сейчас буду пить чай. О, кайф. Так, сейчас. Чай на ледяную очередь. Вон сахар. Ну хули, панки могли бы и без сахара. Сахар, бля. Да с сахаром как-то сладче. Сахар, бля. А сейчас-то ли ты пьешь вино? Ммм. И вообще, как у вас в Омске с вином? С вином надо ебить. Надо приехать. С вином у нас нормально. Войса всегда можно взять. У нас водочка там есть. И пиво свободно. Пиво? Пиво и разливное бутылочное есть. А разливное у вас тоже есть, но за ним стоять. Ну вот, разливное у нас, скажем, в гастрономе есть. Сразу пишут. Что это? Тут другой вопрос. Финансов. Нет денег. Как деньги есть? Пожалуйста. Не почитается пиво. Как велика тусовка. Ммм. В Монгаре. И Омске единственное. Угу. Не совсем без художники, авангардисты еще. Вот. А то ли, как у меня там охуенно авангардисты. А тусовка у нас человек 10-15. Ну, как у инструкции. Поменьше может так. Вот. Она включает в себя в основном людей, музыкантов всех. То есть у нас получается некая группировка. Гражданская оборона. Это человек 7, что ли. Которая варьируется там. Составы варьируют в зависимости от того, кто там текста пишет, кто лидер. Допустим, пишет. Такое у нас совершенно есть. В том, когда пишут и тексты. Когда я на ударных сижу, когда-то все играют в панкрок. Группа называется только гидер. Вот. Понятно. Когда я сижу за ударными, за басом. Играются песни в таком идиотском, таком акустическом, таком духе авангардном. Так говорят называются как пик энд клаксом. Когда я пишу сам свои песни. Как? Пик энд клаксом. Вообще очень клевая группа. Вот. Когда я пишу свои песни. Так говорят называются гражданская оборона. Вот. Если играет некий такой Сергеевич у нас есть. Вокалист. Плюс все мы втроем. Плюс еще там такой некий мэднесс барабачим Пути за ударными. Плюс еще компашка. Все называется группа Комкон 2. А почему он барабанчик Пути? А вот потому что Омск находится в армии сейчас. Ага. Вот. Если вот этот мэднесс поет свои текста, поет свои песни с текстами, музыкой. Играем мы всей тусовкой. Это называется группа Кайф. Вот. И группа всякого попсы там всяких металлистов там. С которыми отношения никаких не держим. У вас нет как у нас напрягов. Значит автор стоит. Каждый хочет пропихнуть свою. Нет. Каждый только хочет свою и поет. Потому у нас группа до хуя. Нет. В смысле поет и поет. Но ему рады под игру. Да, разумеется. Тусовка-то одна. Все вместе играют. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Просветление. Так. Так. Прихлебнув чай, задаю я каверный вопрос. Давай. Твое отношение к советской власти? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Отношение весьма хуевое, блин. Почему? А потому что все что я делаю это борьба с тотальтаризмом во всех его проявлениях. И наша власть представляет собой вообще совдеп. Самое худшее проявление государственности стало быть тотальтаризма. Стало быть фашизма, блин. Если говорить так конкретно. А я очень ярый антифашист. И поэтому я считаю что весь панк вообще все что могу сделать это вот своих сил и сколько могу песнями этому. режиму, так сказать, давать отпор. А что стремишь-то разрушить? Любой деталитаризм, как в мышлении, как в сознании, чисто европейское сознание, вавилонское, логическое, скажем так, так и в отношении вообще каких-то человеческих связей и тем более государственных отношений, политических и так далее, и так далее, и так далее. То есть любые консервативные отношения, из которых состоит весь цивилизованный Вавилон. А панк-рок воспринимаешь только как музыкальное средство выражения? Нет, почему музыкальное? Или в музыке тоже проповедуешь анархизм? То бишь сокрушение... Да, в музыке тоже, в общем-то. Но у меня музыка получается, что? У меня к музыке другое отношение. Я... У меня как-то изначально заложено то, что песня должна быть и том. То есть песня должна работать многочисленно. Многоразово. Песня, чем у нее, так сказать, мелодия круче, я скажу от того, что, допустим, на Западе делают Рэмонс или Клэш там, или Пистолс. То есть первый Волнопанк не эксплодится, а вот именно первый панк. Вот. Должна быть очень клевая песня. Простая и очень клевая, запоминающаяся. Жесткая такая. Вот. Она стала бы должна быть хитом. То есть у нее должен быть как бы некий хук, который должен цеплять. И по-новому песня должна как бы в башке крутиться, что-то. Ну, запоминаться. И действовать много раз. Я песню сочиняю таким образом. Если песню, вот я, допустим, ее запоминаю, она у меня в башке начинает крутиться, я, допустим, играю день, два, там, пять раз, двадцать раз. Каждый раз получаю кайф, на эту песню заебись. Если эту песню, там, дня через три мне просто наедает, я ее больше не пою. Поэтому у меня песни, они в то же время жесткие, примитивные и мелодичные. Песня сочиняю музыкой? А как-то одновременно получается. Ну, первично все-таки какая-то, даже не музыка, какая-то, ну, ритмическая структура, скажем так. И, в первую очередь, песню сочиняю по плану. Ну, некая такая цепляющая фраза, там, типа, «Свое говно не пахнет», там, или «Мой глубокий ажок». Относительно которой тоже все разворачиваешься. Главное поймать некий момент, а дальше все идет уже, само собой. Окей. «Свое говно не пахнет». То есть у меня вообще песня, если так, так, открепенно сходить, это вообще, каждая песня, это всего вообще одна фраза, вокруг которой, там, она обыгрывается, так или иначе. У меня все песни-то, они, там, такие, «Пошли вы все нахуй», там, или, опять же, «Мой глубокая жопа». Не знаю. А ты веришь в демократию? То есть вообще она возможна? Демократия. Ну, допустим, ладно. Сокрушаем тоталитаризм ранее чего. О, не верю. Поэтому, чтобы была демократия? Вот такой вопрос задаешь, как тебе сказать. Я анархист в таком смысле, что анархия, она возможна в плане, как, вот, ну, убитники, что ли. Сокрушить вас нельзя, потому что, вот, в самом человеческом сознании тоталитаризм заложен совершенно четко. Поэтому игра заранее проигрышная. Ну, там у Галича есть очень клевая песня. Про то, как там зоны зэки бегут, их там убивают одного за другим. Ну, кончается, что вроде там и всех убили. Такое размышление, он просто там белым сихом говорит. И все равно, если, да, что там никто не добежит из зоны, все равно там, если всех постреляют, все равно бежать стоило бы. Надо было и стоило бы. Вот я этого тоже придерживаю. Потому что игра заранее проигрышная, это я полностью сознаю, что все равно ничего не удастся там ни сделать, ни сокрушить. Но, тем не менее, если... Я сейчас расскажу такую притчу. У Николая Бокова такой диссидент. Притча такая была. Были некие люди. Каким образом они попали в сундук, непонятно. Но попали они в сундук. И жили там год за годом, день за днем. Ну, жили, забыли, что там за сундуком делалось. Сажали картошку. А так как сундук был закрытый, потому что его не чистая сила закрыл нам замок, там не было ни свежего воздуха, там ни света, там было темно, там сыро, душно. Но они привыкли, им казалось, это все заебись. Сажали картошку, там, росли рахитными, слабыми, взглядными лицами. Одна же ложка замка прожавела, отвалилась. Ну, поток свежего воздуха зашел, там, этот сундук. Ну, и люди там охуелись. Море, там, такой свет, там, такой воздух. Сначала подумали, что задыхаются. А самое любопытное, полезли к крышке сундука на него выглядывать. А не чистая сила стала, там, этот сундук, там, опять крышку запихивать, там, заталкивать. Сначала то морковку стунет, то кочерыжку стунет, чтобы они, там, закрыли, там, этот сундук. Они постоянно то голову покладут, там, на край, то локоть, там, сундуком эти локти, там, то прищемит, то вообще оторвет, то отломает. Но за счет того, что хоть кто-то, там, эту голову постоянно, там, кладет под этот сундук, эта крышка не закрывается. И поэтому хоть слабый, но какой-то поток, когда свежий воздух в сундук идет, понимаем. Ну, вот такая вот ситуация. Я считаю, что вот то, что у нас делают рокеры, там, или панки, вот они это и делают. А к тому же... А больше, больше невозможно там. Нет, то есть все, что мы можем сделать, это что? Глоток чистой воды время от времени? Подожди. А сейчас и так. Во-вторых, это делается все для себя изначально. То есть считаю, что каждый человек, он как-то, по своей сути, так как-то одинок получается у нас, вообще в этой жизни. Поэтому все это делается для себя. И к тому же мне такая штука. Анархия, она торжествует, если это внутренняя анархия. Если человек добивается внутренней свободы, именно внутренней анархии, это победа, пиздец. И каждый раз, там, допустим, какая-нибудь песня группы «Чаев», там, про кота, это победа в глобальном масштабе всегда. Глобальная победа над системой. Опять же, там, такой рассказ был у Аксёнова, что там сидит, там, грессмейстер, там, читал, может. Читал, да? Грессмейстер едет позже, играет там с каким-то там Любером, с Фурлаком. А Любер говорит, давай, ты, говорит, грессмейстер, давай все в шахты сыграем, я тем не глупее. Ну, играют, играют, играют они. Ну, грессмейстер сделал, там, Люберу мат поставил, а тот не заметил. Играет дальше, а ему мат давно. В общем, играет, дальше, 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 там. А этому грессмейстеру неудобно напоминать, что ему мат. Ну, и дальше играет. Ну, ему заебало и взял, там, типа, сдался. И этот Любер говорит, вот, играет смейстер, а тебя наебал, победил, там. Ну, грессмейстер, там, с грустным видом, потому что заебало, потому что каждый день приходится в такие партии играть всю жизнь. Достает чемодан, открывает полный чемодан, полный чемодан медалей, которые выдаются, там, каким-то там просто, там, игрокамским, Он играл, которого победили, чем медаль, который написан там «Медаль победишь у меня». И он ее вешает на грудь этому реберу, понимаешь, которому мат был давно. Вот тоже самое такая ситуация ежедневно. Так, демократии быть не можем. В глобальном масштабе нет. Почему? Да мы проходим. Потому что тоталитаризм заложен в сознание человека изначально. И мудака убедить в том, что он мудак, вообще нельзя. Есть такая буддийская пословица. Можно привезти коньяк в водополь, нельзя оставить его глотнуть. Поэтому каждый глотает сам. А сколько человечества существует уже 4 тысячи лет. Этим доказано то, что как был фашизм, так и остается. И вообще ничего не меняет смей. То есть как были христы, так они остаются. Как был фашизм, так он и продолжается. Все ясно. Может, Шапатыва просился? Смотри, а кто-то интересует. Так, ебану, нахуй. Только не скучи. Не скучи. Уровень, уровень. Уровень тут, скажи. Тут вот, блядь, все. Веришь ли ты в любовь? Какие вопросы. Хаверзные вопросы. А что ты под любовью понимаешь? Вообще человек верующий, честно сказать. Охуенно. Ну, в Бога, да. Причем именно в Бога относительно вопроса. Именно как в любовь. Причем Бог там не какой-то выше крыши. Там всех на крыше. Там дядя все это умный. Там всеми правят. А Бог, который, как тебе сказать. Ну, вот исходя там из буддийской философии. Как некая сущность, которая, допустим, есть любовь. И любовь не кого-то ни за что-то, а любить там как дышать, там как жить. Только в условиях нашей жизни это как-то вот все не то, что не получается. А это, в общем-то, даже и нельзя. Потому что, во всяком случае, это исключает возможность быть рокером. Потому что для меня рокер это человек, который живет, в общем, среди всех. И охуенно переживает за других. И вообще вот за ситуацию в мире. Да, но если исповедовать, то есть, отлично, любовь, то придется переживать за кого-то одного. В каждом случае... То есть за бабу, которая, допустим, будет рядом с тобой. Тебе придется за нее переживать столько, чтобы на других просто времени не остается. Да не, у меня в глобальном масштабе. За это у меня, в общем-то, поэтому и нет бабы, которая рядом со мной. Да, ну понятно. Вообще, в принципе, я не понимаю... Вот не могу представить, чтобы, допустим, там я всю свою любовь местил какого-нибудь там одного человека. У меня такого там не представляется. И если так вообще глобально подходить, то гораздо зверей люблю больше, чем людей. А еще больше вообще там деревья там или вообще там какие-то небеса. Да. Ну что? А относительно вообще, если так еще, допустим, рока коснуться, то для меня такое понятие, как сопереживание, оно вообще главное среди человеческих отношений. То есть рокер, который... И вообще человек, который не способен сопереживать, вот когда там другому хуёвать, это и не рокер, а значит и не человек. Гопник. Гопник любит. Настоящий рок, он идет от сопереживания. Не, ну... Гопник, это не рождаются. Рождаются. Я считаю... Рождаются. Думаешь? Рождаются. Нихуя. Что-то... Я считаю, что... Как раз... В чем-то мы рокеры можем сделать так, чтобы подрастающее поколение, чтобы оно быть не было гордко. Ну, собственно, мог бы тебя научить, но не больше. То есть обращать их в рокеров просто? Нет. Крестовыми миссиями. А собственно, мог бы тебя научить, и я считаю, что никого невозможно. Ну, это единственный способ. Да думаю, что можно. Это вот Нейкро-Конролл, занимаясь тем, что там на сцене вот характеристик устраивается, все бритвы полосуют. Я вот просто посмотрел, как он там в Москве, в Питере там давал сэшн. Вот сидеть себя полосует там для всех там. Ну, там, ну, мы привыкши к этому делу, понимаешь? Ну, я у меня там вообще там... Я сижу, у меня аж... Блядь, кайф у меня там все там... Ну, вообще там кровью исходит. Я его смотрю там... Ну, это пиздец, это настоящий рок. Там какие-то сидят, какие-то гирлы пришли мажорные бабы. Для них такой шок, блядь, что там вообще пиздец, понимаешь? Я не знаю, как они там... Ну, кто ж знает, что с ними там случится, в какую-нибудь сторону повернулся, но шок охуенный. А рок он должен шокировать, это панк вообще. Это всегда эпатаж, в первую очередь. Эпатаж именно на собственном себе. Понятно. На себе. На себе, да. А иначе не поверят? Они тоже не поверят. Хотят поверять, не хотят не поверить. Это тоже вопрос такой. То есть у каждого есть свои там заморочки, каждый решает сам, вот куда ему идти. Для меня самое главное, в общем-то, как-то другим и не мешать. Просто все, что человек может, других ставит некую возможность выбора, в какую сторону идти. И в некую возможность сравнить между самим собой, допустим, вот тобой, когда ты на сцене с ты же поешь. В какую сторону идти? А для меня рок, это как раз, помню, я сейчас читал эти твои статьи. Это нечто, ну, индивидуальное, что ли. То есть человек, ну, сколько может быть самим собой, столько вот он и есть самим собой. Причем, вплоть до какого-то самоуничтожения практически. То есть постоянно находиться, то есть доводиться до состояния нуля, когда уже, в общем-то, и терять-то нечего. Когда ты именно, ну, как, ну, эксенциалистов там что ли есть. Так коснуться. Вот есть у тебя вот одна экзистенция такая эмпирическая. То есть твой опыт, который ты вот получил, просто вот имеешь и все в чистом виде. Ну, вот и все, понимаешь. И все, что... Киники, что ли? Да не знаю даже, как это сказать. Я кинизм, я могу сказать, слабое представление. Ну, по-моему, самоотречение, в общем-то. Понятно, но тут уже тогда... У тебя такая позиция, что, в общем-то, тут ты с искусством дела не имеешь. С искусством? Ты имеешь дело с эстетикой? С роком, да. Не, не имею. Не имею. Рок – это не искусство. Все ясно. Искусство – это попс. Ну, рок – это воздействие, а искусство – это тоже воздействие. Ну, если искусство – это как эстетика, как нечто именно художественное, это одно. А рок – это нечто вообще другое. Рок – это скорее что-то связано с какими-то религиозными делами, в общем-то. Это вообще какие-то шаманства, да? Во, во! Хорошо. Нет, панк-рок – это шаманство, вообще, честно. Это рок – это идея, а музыка – это средство воплощения этой идеи. Да, рок – это вообще, по-моему, музыка, в этом смысле. Ну, уж если музыка... Я говорю, рок – это идея. Да, да. А кризисенсия рок – это панк-рок. А все остальное – это средство эту идею доказать. Или провести, или что-нибудь. В любом случае, ты играешь... То есть, чисто звуковые дела? Да. А, ну да, конечно. Ну, какая-то воплощение там, его форма, честь слова. К brain fan 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 Ну, какое-то воплощение есть в этом. Нет, ну, допустим, Мухомор, Мухомор, они вообще там, они даже и там не записывают ничего. Они акцию устраивают на улице, типа расстрел, знаешь, да, что-нибудь делают? Нет, а что там Мухомор? Ну, Мухомор, ты что, это самая панк-группа, панк-концентуализм. Первый панк-концентуализм в мире, Москва, 76-го года. Например, акция расстрел, а, акция раскопки. Что это такое? Да. Пионеры панка вообще. Вот, они взяли Свин Гунвак, это у них такой там чувак, ну, закопали его в землю по-настоящему. Вырыли ему землянку где-то метр на полтора по землю и закопали его туда. Выдали ему фонарик, листок бумаги, чтобы он сидел, все впечатления записывал, то, как он там по земле себя чувствует. По-настоящему по-настоящему закопали. И вы, конечно, на дорогу, на пустыре, и кричат там, это, товарищи, забираемся, в общем, на акцию раскопки. Все, кто хотите, там, ну, там народ собирает, ну, любой народ, представляете. Ну, пошли, нет, и с Веной решили раскопать. Это пошло уже где-то в час, там, или полчаса, там, вот. А когда стали раскопать, там оказалось, что они забыли, где вот закопали. Еле-еле раскопали его через три часа, он там задохнулся, нахуй. Ну, живой оказался, у него какое-то искусственное дыхание сделали. А у него крыза по якому, там, закричал, побежал, понимаешь, ну, такая, одна акция. Допустим, другая акция у них, взывается на расстрел. На улице Горько, там, собираются народ. Они говорят, товарищи, приглашаем вас на акцию расстрел. Ну, ведут толпу в кусты, там, Сфен такой стоит, к стене такой, там, типа, прикованный. Но они берут, ну, там, звездочеты, как четверо, там, два брата Мироненко, звездочеты, Сфен. Берут такие игрушечные ружья, там, и столет у него, там, так, так, там, Сфен падает, у него такая кровящая сорта, там. Но не берут за ноги, по улице поволочили, он такой, кровавленный, там, пашкой обосходит. Ну, вот такие вот, ребята. Это панк-крох. Или они взяли, допустим, и с утра на первой, этом, вот как метро открылось, и на первом поясе спустились, пусть, в этот, в метро, и решили, там, сколько можно держаться, но они выдержали для 10 часов вечера, больше не смогли, потому что поняли, что такое, ну, подавление, то, что не находится под землей, что их вынесло на поверхность, и такой диплесняк покатил вообще, понимаешь? Не, ну, это слишком абстрактно же. Ну, как абстрактно, не абстрактно, не абстрактно, вот такие ребята молодые, ну, вот они весь панк нас создали, они от альбом записали свой день. Играть ни на чем не умели, только стихи читали, там, песни орали, там, что-то, рассказывали, там, всякие. Из Мухамора вышел ДК, московский. Это учителя ДК и практически всего, ну, панк у нас союз. Ну, медьки, это я считаю, что тоже некое проявление панка, такого русского панка. Так, а вообще ты знаешь, что это и стоит, написание медьков там? Не, не, ну, я знаю просто, вот там, вот московские авангарды, это основные. Как ты умудрился записать 7 альбомов, и как, и почему такая штука происходит, что, допустим, я узнал о гражданской обороне, что-то он слышал про мой альбом, только в 87-м году, хотя их уже было к тому времени 7 штук. Нет, ему времени их уже было все 2 штуки, когда ты их узнал, это не только что записались, остальные 5. Я их записал все за месяц, 5 альбомов. Один на дому. Все 5 альбомов писаны одним, ну. Один альбом в некрофиле записан за 2 дня, за 1,5 дня. Понятно. Возникло это так, в общем, мы возникли в 82-м году, как группа «Посев», по имени издательства «Посев». Вот. Начали мы играть, причем я тогда еще был, в общем-то, хиппи, но почему-то, как только мы взяли гитару, сразу панк-рок полезный. То есть, как-то, непонятно каким-то образом, то есть, как только начали играть, как только драк покатило, тут уже секс-питсов какой-то получил. Сразу же, совершенно, как-то непроизвольно у всех. В общем, даже у ребят, которые ничего даже подобного не слышат, там, ни клэш, ничего, там, сразу панк полез. То есть, а я, можно перебить? Конечно. Когда вот Коля слушал групп, плевался, кричал, что это волосы от механизма, когда я ему доказывал, что это в любом случае это панк, и что плохого в том, что он, говорит, да в том, что хиппи бывший перекинулся на панк. Он говорит, так они перекинулись, так мы-то уже лет 10 как панкуем, а они в то время приходили там love, love and peace, love and peace, там, все. Нет, а хиппи это все. Ну, это такая теория, а теперь, значит, им, блядь, им давали, дают пизды, блядь, давали, давали пизды, их все-таки заебало, блядь, плавали, пизд, блядь, давай они это, блядь. Нет, я считаю, что хиппизм, это панкизм, это вообще одну и ту же. Панк-панк это агрессивный хиппизм, очень агрессивный, именно социальный хиппизм. На всяком случае, как-то на Западе было. Панк-панк это тогда хиппизм действия. Да, это но это иппи, это иппи, это вот то, что иги-поп, там, вот, MC5, это иппи же. Агрессивный хиппизм, да, иппи. А иги-поп себя хиппизм, Иги-поп, это вообще, там, панк-панк. Да, так все-таки, как у вас там, ты начал тебя перемирить. Вот, вот начали мы такой играть панк-рок. Записали мы тогда пять альбомов, а нихуя знает где. Самый известный альбом, это рэнги-панк и рок-н-ролл так называется. Там был такой альбом «Сказки старого юнги», такой девушки совершенно, дебильный, такой альбом «Музыка Леви» еще такой, по-панкизски. Вот. Назвали хиппорский. А потом у нас в группе начался развал. Ну, там хиппорский, там такой панк-рок, музыка Леви, такой стебал, я бы все думал. Вот. Потом развал, да. То есть мы как-то у нас вкусный депресняк покатил у всех. Как-то вот вроде мы больше ничего уже месяц играть не могли. У нас гитарист как раз ушел, он потом оказал, что он КГБ нас донес. Вот. И мы решили собрать новую группу. А там в Омске была такая группа «Огненный лазер». Вот. Они причем тоже панки выпили. Вот. У них был такой лидер Иван Морк. Там как раз от лазер распался в причине того, что их всех посажали, кроме Морка, за то, что они ДК кинули там насчет аппаратуры. И мы собрали совместную группу, назывался «Запад» с твердым знаком на конце. Вот. А так как группе было два лидера, вот тут мы не полазили очень сильно. Потому что хотел играть свое, а то, что на лагах не имеет. Вот этот Иван Морк, он хотел играть «Запад» снимать один в один. То есть по возможности даже вообще скопировать музыку, но это мне показалось вообще там кощунственным. Вот. Мы друг друга нахуй послали и разошлись. Иван Морк собрал группу Иван Морк и Миртуки, такая, того неизвестного. Вот. А мы собрали группу «Гражданская оборона» в ТРМ. И стали сразу же писаться. А в каком году был? Это был конец 84-го, декабрь 84-го, январь 85-го. Первый запись «Гражданская оборона» в декабре 84-го года. Вот специально у первого альбома, даже не помню, как он называется. Он домашних словах писан. Он вошел, это была такая история вамского панка, сборный, потом первый, потом второй. Там первый это сборный, и второй это «Гражданская оборона». Потом мы записали там ДК, местным, такой альбом «Гражданская оборона», самый первый. Ну мы от него часто заказывали, они как Бутлеговские ходят, потому что там все песни повторяются у нас. Вот. И в ноябре мы наконец записали первые свои два альбома, это 85-й год. Первый альбом «Поганная молодежь», и второй «Оптимизм». Но они пока что они, в общем-то, мне показалось не то, чтобы хуёвое, а просто была очень большая усталость. Мы как-то устали и не записались без должного драйва. То есть там драйва не столько, сколько надо было вообще. После этого, в ноябре, меня посадили в крейс на три месяца. На столе ГБ очень сильно трясти. Тарицы мы его сослали в армию. Ну такие там начались разборки. А с остальных участников группы взяли подписку, что они не будут со мной иметь дело, под угрозой, что их на три года посадят. Ну, возможно. В подписке было указано, что они не будут играть в группе, заниматься с резкой деятельностью и не говорить со мной антисоветских разговоров. Вот так было там указано, формулировки такие интересные такие дела. Они расписку дали? Да. Ну там очень такие были шокеры. Я вышел тогда вот из крыза. Это был март 86-го года. Вот и решил, что надо продолжать. Я активно очень. И тогда вот решил так, ну никто со мной играть там не хотел. Я еще не знал этих пикан-кваксов, эту группу вообще никого не знал. А те, кто с тобой начинали, они так после подписки... Все, да. Больше со мной так и не контактируют. Но они очень много там, там просто очень много дерьма вышло, потому что их там запугали. Они просто очень там говно сделали много. То есть они подписались в том, чего было, чего не было. Ну, в общем-то, залажали всю нашу компанию. Испугались. А после этого они просто самим, видимо, ну, как-то это... Ну да, неловко. Неловко, скажем так. Ну ты после крызы вышел еще более... Еще был, я знаю. Да, ну кажется, понятно дело. После крызы. Вот решил записать альбом летом 86-го года, красный альбом, мне не дали. То есть там человек, который мне принес аппаратуру на дом, его взяли опять в КГБ, вот ему там пригрозили тем, что если он там не заберет у меня аппаратуру назад, то у него там будут неприятности и с работой, и с женой, и с детьми, и так далее, и в садике, и так далее. Но тоже пришел, мне все, правда, забралось, вернулся уже. Ну вот. Потом я познакомился с неким человеком по-клисски Джефф. А, про нас появилась статья в местной газете, которая называется «По чужим голосом». Какая поносная. Это было где-то в мае, 30 мая 86-го года. Вот статья там обошла в Есенск. Но после чего появился очень нездоровый ажиотаж на Солнске. То есть меня там поставили в статье как фашисты, там, как диссиденты, там, какого-то дебилу, там, совершенно. Но все именно как фашисты, там, про нас только не случай, что мы с Васики на домах рисуем огромные, там, там вызывают бригады маляров, которые эти Васики закрашивают, ну и так далее, то есть и по бредам уже пошел. Ну вот. Познакомились мы с этим шефом, вот. А у него была студия своя, подпольная. И он там предложил свои услуги впервые. То есть мы с ним поговорили, по-многому, там, во-многие вопросы сошлись. Вот. И мы с ним записали совместно вдвоем красный альбом в акустическом варианте в 86-м году. Вот. Вот этот альбом он был и в Питере, и в Москве такой вот известный получился. Очень хорошим, конечно, конечно, как на пластинке впервые за все время, такое пластиночное качество было. Там звучит, где по аквариуму, то есть там бонги, губная гармошка, бас, акустическая гитая. Такой состав там. Ну, мне что-то не понравился. А как он назывался? Красный альбом. Красный альбом, Красный альбом, Красный альбомская бар. Да. Вот. И как раз мы познакомились с этой группой Пикан в классном. Вот. Они меня пригласили в качестве продюсера и басиста на записи их альбома в лечебнице. Вот. Мы с ними записались. Оказалось, что все вообще по кайфу, и стали так пациент сотрудничать. Вот. Зиму они записали такой альбом, называется Новым годом. Декабрь 86-го года. Вот. И. Да. Мы стали так работать. дальше мне нужна была аппаратура очень мне нужен был музыкант аппаратурный записи своих дел очень многое описывается на маску словит но все качество не получалось вот и 8 решили что стать надо покупать все свое но покупали покупали искуп купили ударную установку всякие там меньше микрофон это у нас электронщик был слухи вот и это где-то было в марте 87 года этого февраля в марте эти ребят записали довольно хорошим качеством альбом лишние звуки вот тоже метр в стране небольшой там саботаж песни известны вот после чего мы записали такой альбом альбом гиллер как группа дургиллер после чего аппаратура все все домой и в течение от месяца записал свои пять альбом вот все песен которые накопили за все это время одиночку одиночку накладывал все инструменты сам вот просто чтобы там не разручить партии там никак не телеса потому что у меня там все было ты вот и собирался писать первые два альбома по новому но я запишу то есть они будут записаны и поэтому не буду распространяться уже на ранее совсем а сын и берегу как так по новому записал в электрическом варианте красный альбом альбом хорошо с двумя восклицательными знаками на конце альбом тоталитаризм мышеловка и последний некрофиль и вот на 6 а мы съездили вот перезапись этого альбома сезли в новосибирск на руку сделали там программу тот гитлер плюс несколько моих песен старых запустили как гражданская оборона вот он ходит вокзал не называть гражданская оборона живем на сибирск фестиваль вот 6 альбомов получилось мы плюс 2